Мария, смотрите, у меня есть маркер, и все, что я буду сейчас показывать, рисовать в небе, просто в пространстве, все это озвучивайте, хорошо? Итак. Книга. Страница. Вырываем страницу из книги. И пишем. Посыпаем. Сворачиваем. Склеиваем. Сейчас курить будем что-то? Зажигаем. Прикуриваем. Ой, курил. Все возможно, если это хорошо представить. Привет, мы на канале Прагафты. Сегодня у нас в гостях, как вы поняли, борода из Magic Five. Мы будем говорить о возможных и невозможных вещах, как стать иллюзионистом, и о том, что иллюзионист – это профессия. Поехали? Поехали. Мы в Вандермейкерс. Вандермейкерс – это, как мы считаем, будущая корпорация. В данный момент это просто компания из пяти человек, ее основателей и 24 сотрудников. Мы занимаемся… Ну, все вокруг у нас устроено, вокруг фокусников и фокусов. Мы занимаемся, как и корпоративной деятельностью, мечтаем о концертной и хотим ее воплотить уже в этом году. Также, как и своим мерчом занимаемся, создаем сами фокусы, продаем эти фокусы. И также еще заняли неплохую свою нишу в Ютубе. Это… у нас есть Ютуб-канал Magic Five. Сейчас это 6 миллионов уже чем-то… 6 миллионов подписчиков. Вот, стремимся к бриллиантовой кнопке. Но, опять же, это все у нас не основное. Основное – это все-таки, наверное, то, что мы желаем и жаждем – это открыть свою концертную деятельность, сделать шоу-программу и сделать огромный тур по всем странам. Людям нравится видеть какое-либо чудо, что-то необъяснимое. И причем, я бы сказал бы так, по своему опыту, 80% человек, им нравится реагировать на фокусы. И где-то 20% человек, им не то, чтобы это не нравится, а скрупулезно к этому относятся, потому что им не нравится быть обманутым. Причем, основной плюс любого фокусника, он заранее говорит – я сейчас покажу фокус, я попытаюсь тебя обмануть. Вот, чем отличается от условных магов, которые говорят, что я сейчас перескажу твое будущее и выдам это как за магию. То есть, фокусник заранее говорит, что я тебя обманул, и тем самым он не является обманщиком. Каждый фокусник – это артист. У каждого есть своя харизма. Кто-то может подавать фокусы молча, к примеру, как мой брат Артур, Артур Тумашевский. Он любит подавать фокусы всегда на тихую, чтобы это было вообще без слов, вообще минимально. На сцене он, если посмотреть, как Артур выступает на сцене, он всегда выступает, ни слова не скажет, ничего. Он вообще, если я открыл, он такой максимальный интроверт. В то время, когда Никиту возьмем, Никиту Голева, этот артист с широкой душой, у него разговорный жанр, любит юмор и так далее. Он просто это все обожает. Я это к тому, что неважно, как ты себя ведешь, чувствуешь ты себя артистом или нет, фокусы доступны для каждого. И чтобы стать успешным фокусником, достаточно начать с того, чтобы понимать базу фокусов. База фокусов всегда доступна практически везде. Если хочешь стать более профессиональным фокусником или выйти на средний уровень, то это уже те фокусы, которые нужно заимствовать или брать у тех людей, которые более круче по уровню. Но если у тебя нет такого круга общения и так далее, то фокусники просто официально приобретают у дилеров какой-нибудь товар с фокусом, узнают секрет фокуса, тем самым попадают в сообщество иллюзионистов и начинают его практиковать и повышать свой уровень. Нас всех вдохновляет, наверное, прежде всего это дедушка Копперфильд, Дэвид Копперфильд. К примеру, там Никиту больше вдохновляет Динамо, Диму, ну Диму больше, наверное, Блейн, Артура. Артур больше любит Дэнс Перри или Эрон Кроу. Это очень великие иллюзионисты, которые очень сильно развили вообще жанр иллюзии. Вот. И как бы в кругах иллюзионистов это очень-очень-очень-очень уважаемые люди. Я надеюсь, что ребята встанут на один педестал с этими уважаемыми людьми рано или поздно. Свой фокус придумать можно. Мы, в принципе, этим занимаемся. Артур, мой брат, Артур Тумашевский, он заведует отделом реквизита. И он сам создает реквизит, создает прототипы. Там постоянно, как не зайдешь к нему, там постоянно какие-то дым, вспышки, какие-то там пары страшные химические, что-то еще там происходит. Он каждый день трудится над тем, что создает какие-то прототипы разных фокусов, которые могут базироваться на секрете, который придумали еще чуть бы не самые первые иллюзионисты. Но Артур его там берет и докручивает и так далее. Или что-то наоборот. Еще часто стало быть популярным фокусы с техникой. Это когда ты уже входишь в IT-технологию, когда ты должен нанимать всяких вот этих айтишников, которые тебе прописывают программы и так далее и тому подобное. Это как бы считается круто, но Артур из той старой школы, скажем так, хотя ему 23, но он из той старой школы, которая делает такие продукты, в которых не нужно особо электроники, хотя с электрониками тоже делать, но тем не менее он гордится теми продуктами, в которых нет электроники. И один из этих продуктов, к примеру, это статик маркер. Это один из тех продуктов, которые попали в топ-10 лучших по продаваемости товаров в 2017 году среди всех иллюзионистов, всех в мире. Когда мы продаем какой-либо товар, прежде всего мы продаем не товар, мы продаем саму обучалку. То есть мы продаем идею и то, как этим пользоваться. Мы раскрываем секрет. Это самое, откровенно говоря, ценное для каждого иллюзиониста и его товара и так далее. Это не сам реквизит, а знания, которые тебе передаются. Потому что это то, что смогло обмануть многих, и тебе рассказывают этот секрет. Вот за этот секрет ты и платишь. Если ты купил сообщество иллюзионистов и приобрел один из реквизитов профессионального иллюзиониста, тогда ты уже просто... На тебе ответственность. Тогда уже на тебе ответственность ни в коем случае не раскрывать секреты и показывать это правильно и грамотно. Наши основные поклонники среди нас пятерых – это, наверное, смешанная аудитория между совсем детками от 7-8 лет до взрослых домохозяек, которые смотрят вместе со своими детками и так же смеются и повышают свое настроение. Потому что у нас, прежде всего, у нас контент развлекательный. А развлекательный контент в основном – это аудитория. Это детки и девушки и взрослые женщины. Все те, кто приглашают нас на корпоративы и так далее, да, это больше какие-то бизнесмены или просто какие-то частные лица, которым интересный фокус и красивое развлечение гостей. Но, как показывает практика, это люди из всей толпы, возможно, процентов 5-10 нас будут знать. Потому что все-таки в основном 100% попадание – это молодая аудитория. Возле школы нельзя пройтись, чтобы тебя не узнали. Это невозможно. Любой поход в магазин – это тоже, если там будет кто-нибудь в районе от 6-7 лет до 18-20, это вот прям те, которые еще не стесняются подойти, сфотографироваться, пообщаться или вообще обернуться. Просто в основном это так и выглядит, что когда тебя узнают, это прям видно. Это прям видно, если это детки. А если взрослый человек, то он стесняется это показать. Он даже стесняется подойти и сфотографироваться. Соответственно, с визуальной точки зрения не скажешь, что взрослые тебя хорошо узнают. А вот насчет деток – то 100% попадание. Быть популярным среди вообще детей и молодой аудитории – это реально огромная ответственность. И я об этом говорил постоянно. Даже тогда, когда у нас были первые 100 тысяч подписчиков, я первый, кто начал, наверное, кричать на эту тему. Что, ребята, это ответственность. Все, давайте думать, что мы говорим. Давайте меньше материться в историях. Поэтому у нас и такая разная аудитория у каждого из нас. Потому что взгляды у нас разные, каждый человек разный все-таки. И ценности тоже разные. Я очень часто стараюсь, если вот тот, кто следит за моими сторисами, вот тут будет, да, моя плашка с инстаграмом. Вот можно убедиться в том, что в моих историях всегда присутствует, если не юмор, то какая-то мораль по-любому будет. Вот, что, ну, я редко делаю просто глупые сторисы. Нет, не без этого, конечно. Вот, но в любом случае. Я никогда не, я всегда стараюсь поступать везде правильно, а тем более в сторисах. Потому что все-таки, да, должно быть какое-то грамотное нравоучение, наверное. Плюс ко всему я еще сам, я отец, вот, у меня дочка есть, которой 4 годика, вот. И мне бы не хотелось бы, чтобы когда-нибудь моя дочь посмотрела какое-то видео или какую-то вырезку из сторисов, как любят сейчас делать наши фанаты. Вот, а там я буду, ну, будет за то, что будет стыдно, вот. Я бы не хотел бы так делать. Поэтому у меня как минимум двойная мотивация, это дочь и наши фанаты. Я считаю, что фокусы полезны для детей как минимум тем, что они могут начать лучше коммуницировать с другими людьми. Это развивает тебя как артиста, развивает как актера, развивает твою моторику рук. А когда, а мы знаем, чем больше развита моторика рук, тем больше у нас и функционирует мозг. Потому что ты должен делать, уметь левой рукой и то, что никогда, к примеру, не думал, что будешь вообще делать. Даже вот не зря говорят, что вот попробуй пожить только с одной левой рукой. Вот. Мозги совершенно по-другому начинают работать, и ты это замечаешь. А фокусники стараются делать так, что они постоянно работают над ловкостью рук, которые помогают тебе скрыть все ненужные моменты во время фокуса и как минимум хорошо обмануть своего зрителя. Мы недавно слетали в Англию и очень-очень сильно вдохновились шоу, которое мы там увидели. Это был фестиваль фокусников закрытый, где нельзя ничего было афишировать и показывать. Это ни на камерах, ни нигде. И там были такие шоу, которые делаются чисто для иллюзионистов. И ты понимаешь, боже мой, как это круто, там до мурашек. Я не знаю, я лично с ребятами раза четыре вставал на выступлениях и аплодировали стоя. И настолько это вдохновилось, что мы поняли, что это нужно показать нашей аудитории. Наша аудитория такого никогда не видела, ничего подобного. Это нужно реально, чтобы люди поняли, что такое истинное, настоящее иллюзионное шоу. И вообще хотя бы в странах СНГ это продемонстрировать, это было бы уже круто. И мы к этому стремимся. По срокам, когда мы собираемся делать свою концертную деятельность, откровенно говоря, мы собирались уже в конце марта начать потихонечку строить всю эту концертную программу и так далее. Уже начали даже договариваться по поводу организации всего этого, где наше будет первое шоу и так далее. Но коронавирус. Привет. И все поотменялось, вплоть до того, что пока у нас все в режиме ожидания. Но мы настолько к этому стремимся, что это в любом случае будет. В любом. И тут просто следите, как говорится, за нашими сторисами, вы не пропустите это. Потому что это будет одно из самых крутейших шоу, которое вообще человек видел. А мы такое, ну, это сейчас не пустые слова, чтобы понимали. Просто мы очень сильно сейчас хотим в это все инвестировать. Чуть бы не все-все-все, что у нас есть. И это будет просто безумно круто. Дима, большое спасибо за магический выпуск. С нетерпением жду вашего шоу. Вам спасибо. Надеюсь, шоу будет совсем скоро. Главное, помните, чудо возможно. Ссылки на проекты Magic 5 в описании к этому видео. Ставьте лайк нашему интервью. До встречи на канале ProGafto.